Ограничительные мероприятия с особыми условиями деятельности ввели с 0 часов 9 октября в городе Булаево в районе Макжана-Жумабаева. Там за последние несколько недель зарегистрировали 24 случая коронавирусной инфекции. 15 из них выявили в райцентре. На въездах и выездах из него уже стоят 4 блокпоста. Ограничивать любые виды передвижения североказахстанцев на них начнут с 0 часов 10 октября. Моя коллега Дарья Пышмынцева расскажет обо всем подробнее. Это не флэшбэк из прошлого. Их в качестве приема часто используют режиссеры фильмов о реальность, от которой, кажется, жители северного региона быстро отвыкли. Как и от желтой таблички с надписью блокпост и чуть более медленного потока машин. Полицейских, соответственно, проверок. Картина у города Булаева навевает чувство тревоги, которое многих преследовало во время жесткого карантина. Но впадать в панику, как и примыкать к фанатам Сарафанова радио, не нужно. Сейчас, как и прежде, необходимо доверять информации исключительно из официальных источников. Согласно их данным, регион действует по заранее разработанному плану. В соответствии с решением региональной комиссии по предупреждению коронавирусной инфекции Акимата Североказахстанской области принято решение ввести карантин в сельских населенных пунктах, если зарегистрировано, 3,5 более случаев. И в районных центрах с регистрацией заболеваемых 7 случаев и более. Булаева за последние две недели статистику больных коронавирусной инфекцией пополнили 9 североказахстанцев. Прибавим к этой цифре 15 и получим количество случаев COVID-19 по району Акжана-Жумабаева за этот же временной период. Всех контактных выявили, проводится эпидемиологическое расследование. Главный вопрос, которым сейчас задаются жители Булаева – ограничения на въезд и выезд в город ведут с 0 часов 10 октября. Что им теперь можно, а что нельзя? Жителям города Булаева рекомендовано не покидать места проживания, за исключением посещения медицинских организаций, за магазин, близлежащие магазины и по выходу на работу. Школы, сады в прежнем работают в режиме дежурных групп начальных классов, это имеется ввиду школы. Касательно детских, то же самое, работают они в дежурном режиме. Касательно объектов предпринимательства, объекты непродовольственной сферы, более свыше 500 квадратных метров площадью, они работают до 16.00. Объекты общественного питания также не приостанавливают работу. Санитарные врачи говорят, что ограничительные меры в Булаево ослабят, как только эпидемиологическая обстановка там станет лучше. Но прямую повлиять на нее сможет сознательность и ответственность местных жителей. Дарья Пышмынцева, Михаил Казначеев, Новости МТРК.